Мы уже снимали сюжет про семью Котенко. По мнению родителей, врачами была допущена ошибка и в кому попал 7-месячный Захар. Отец ребенка вместе с другими родителями, которые оказались в подобной ситуации, собрались сегодня на площади советов. Мы здесь даже не ради своих детей. Нашим детям это никак сейчас не поможет. Мы только здесь стоим, потому что другие дети могут пострадать. У всех есть дети, всех будут направлять дальше на эту больницу. С одним она названием будет, с другим она названием будет. Это уже не имеет значения. У многих из собравшихся умерли дети. Родители считают, что виной всему неправильные назначения врачей и несоответствующее лечение в стенах больницы. Если есть халатность врачей, мы же не осуждаем всех врачей, а осуждаем именно тех врачей, которые нас недолечили. Их проверить конкретно. Если есть их вина, конечно, их надо наказать. Это уже крайние меры. Когда ребенок маленький умер, уже не вернуть дальше. И сложа руки тоже мы не можем сидеть. Участники встречи составили ряд претензий и вопросов и отправились на встречу с представителями Минздрава. Главное требование – провести проверки по всем случаям смерти и принять меры к виновным. Нам в Роздравнадзоре сказали, ну, ты молодая, еще родишь. Мы тоже так сказали. В Роздравнадзоре, да, так сказали. Так и проверки проводят. Беседа продлилась больше часа. Обсуждали как некомпетентность конкретных врачей, так и квалификацию персонала и неподготовленность детских больниц в целом. Мы все будем доводить до общественного совета. То есть, чтобы это не было, как вы говорите, ну, как бы негласно, да, и как-то решалось в кулуарах только Минздрава. Поэтому мы до вас будем доводить, если что-то надо будет решать совместно. Я предлагаю буквально, ну, где-то, наверное, через 10 дней до конца месяца еще раз встретиться с вами здесь у меня, да, и мы вам уже скажем, что нам сделано за эти 10 дней, какие, какая работа ведется. И пока мы эту работу не завершим, мы с вами регулярно встречаться. Следственный комитет, в свою очередь, продолжает расследование о смертей в детских больницах. Елена Нечаева, Федор Моденов, телекомпания АТВ.